Ненадлежащее технологическое присоединение к электросетям жилого комплекса «Остров мечты» было выявлено еще в прошлом году. Застройщик ввел в эксплуатацию жилой комплекс с заявленной мощностью 123 кВт. Это в 10 раз меньше, чем необходимо для нормального энергоснабжения домов. Неудивительно, что теперь и в жилом комплексе, и в окрестных домах постоянно случаются перебои со светом. А поскольку он запитан от постанции Сочи, под угрозой надежность электроснабжения всего центра города. Мы живем на 19 этаже, поэтому, я так отношусь к этому, что не хочется ходить пешком, а уже приходилось несколько раз. Не знаю, кто виноват, тут споры очень шумные, но хотелось бы, чтобы пришли они к правильному мнению и не оставили нас без света. Со своей стороны у нас долгов нет, мы платим исправно. Город жаркий, кондиционер не работает в квартирах, очень душно. Продукты портятся, у меня два ребенка, у которых плиты у нас электрические, которые тоже не работают. Горячая вода у нас от электричества, горячей воды тоже нет. По словам представителей сочинских электросетей, они в течение года неоднократно предупреждали застройщика, компанию «Оазис», что вводить жилой комплекс в эксплуатацию с такой мощностью недопустимо. По заявке застройщика в мае этого года ему был выдан договор техприсоединения и техусловия с мощностью 2193 кВт. Договор предусматривает возведение за счет застройщика линий электропередач для жилого комплекса и присоединение к новой подстанции «Вишневая». Однако до настоящего времени договор компании «Оазис» так и не был подписан. Договоры были подписаны в 2007 году. На этапе, когда мы получали первые технические условия, когда организовывали площадку строительства, когда переносили трансформаторную подстанцию, все эти документы подписаны и энергосетевой организации. И на основании всех этих документов был заключен договор с энергосбытом на 2400 кВт. Представители электросети поясняют, ни в 2007 году, ни позже сетевая компания не выдавала и не подписывала договор техприсоединения на мощность 2400 кВт. Существует лишь один официальный договор с энергосетевой организацией, подписанный обеими сторонами. Договор техприсоединения на 123 кВт. Никаких документов, подтверждающих факт оплаты технологического присоединения на мощность 2400 кВт, также нет. С того момента мы в постоянной переписке находимся с ООО «УАЗИС». Сообщаем о том, что необходимо обеспечить данный жилой комплекс надлежащей мощностью. В настоящий момент на время строительства была мощность 123 кВт по третьей категории электроснабжения. Данному жилому комплексу при его масштабах необходимо минимум 2 мВт по первой и второй категории электроснабжения. Если застройщик не выполнит мероприятия, необходимые для обеспечения жилого комплекса надлежащей мощностью, энергетики будут вынуждены ввести ограничение режима потребления до 123 кВт. Ведь превышение увеличивает нагрузку на сети, а это влечет за собой снижение качества и надежности электроснабжения и создает аварийную ситуацию, причем не только в жилом комплексе «Остров мечты», но и в окружающих домах. Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.